На парковке у торговых центров всегда много машин, а это огромный простор для деятельности судебных приставов. В пятницу они отправились к Евроленду, вооружившись приложением «Мобильный розыск». Сканируем номер автомобиля. И данное устройство показывает, имеется ли задолженность у должника, либо нет. В данном случае показывает, что в базе данных должников не числится. И так планомерно по всем авто. На некоторых владельцах все же числятся исполнительные производства. На данном автотранспортном средстве имеется задолженность порядка 31 500 рублей. Находится исполнительное производство в отделе судебных приставов по ВИЧ. Вызывать владельца не пришлось. Он объявился сам. С женой, ребенком и новеньким ковром. Кто владелец автотранспортного средства? Это кого? Ну, значит, кому принадлежит автомобиль. Документы покажите, пожалуйста. Там зачеркнуто. И действительно зачеркнуто. Договор купли-продажи недействителен. Прав водитель лишен за фальсификацию номеров с прошлой машины. Эта лада на учете в ГИБДД не стоит, зато числится в базе приставов. А вот чьи долги, Горемыка, водитель не знает. Говорит, номера нашел на помойке и прикрутил. Машину купил вчера, договор от апреля этого года. Человек в договоре вычеркнут. Водительское дома забыл. Ну, я думаю, что, скорее всего, сейчас будем производить арест данного транспортного средства. На место вызвали ГИБДД. Теперь водитель получит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Его снова лишат права управления и металлолом на колесах отправят на стоянку.